Всем здравствуйте! Рада видеть вас в прямом эфире. У нас сегодня прямой эфир очередной по вторникам. Меня зовут Челевеева Анастасия. И у нас сегодня очень интересная тема. У нас еще одна выходит новиночка. Прямо в ближайшее время, буквально в течение нескольких дней. И сегодня мы с вами будем ее как раз таки презентовать, ее рассматривать. Новиночка очень классная, новиночка летняя. Это коллекция красок, летних красок, очень вкусных, очень интересных, очень таких прям мимимишных. Это коллекция Анжелата. Я вам сейчас ее покажу, я вам сейчас ее выкрашу обязательно. Если у нас останется время, мы еще посмотрим, что с ней можно интересного придумать. Прямо шарочки зачесались. Ну что, здравствуйте, здравствуйте всем, девочки. Ну что, потихонечку переворачиваемся. Так, и будем начинать. Огонь, огонь огненный, девочки. Прямо, прям очень вкусненько, очень интересненько. Сейчас я вам ее покажу поближе. Я думаю, что она вам всем очень-очень понравится. Итак, набор красок гелевых. Это лимитированная летняя коллекция Анжелата. Выходит эта коллекция в начале июля. То есть уже вот-вот буквально, с учетом того, что у нас сегодня уже 29 число. То есть буквально на днях, на днях она выходит. Вот такая у нас вкусная презентация. Сама коробочка говорит, ну как бы за себя. Смотрите, то есть это вот все такое прям, прям мимимишное, прям вкусненькое. Оттенки невероятно нежные, оттенки пастельные. Очень-очень вкусные. Сейчас все будем рассматривать. Коллекция эта красочек состоит из шести оттенков. Специально для вас узнала стоимость. Стоимость коллекции будет 2 500. Ну, соответственно, плюс ваша скидка. Так, сейчас мы ее выкрасим на ложках, чтобы показать вам, какая она классная. Какая она, она прям вообще вот вся такая летняя. Напоминает мороженки, какие-то вкусные кейкболсы, макарунсы. Вот что-то вот такое, прям вкусненькое-вкусненькое. До презентации осталось совсем-совсем чуть-чуть. Летом, что нам нужно летом? Летом нам как раз-таки это и нужно. Здравствуйте, девочки, всем здравствуйте. Как вы знаете, краски гелевые наносятся отдельной кистью. То есть берем любую кисть. Кисть, ну, у меня в данном случае кисть овал шестерочка. Сейчас я ее промою, чтобы она была в рабочем состоянии, потому что кисти, когда лежат, они могут чуть-чуть схватываться. Поэтому промываем в базе или в топе, и кисть у нас готова к работе. Не забываем, что только влажные салфетки, только-только-только и ничего больше. Давайте начнем по порядку. Самый-самый вкусный, конечно, для меня оттенок в этом сезоне, не знаю почему, но это желтый. Я прям подсела на желтые цвета, на желтые оттеночки, и мне они очень нравятся. Ну, смотрите, давайте с вами разберем, для кого же у нас краски гелевые. На самом деле, очень много мастеров до сих пор работают красочками. Есть мастера, которые работают у нас только в гелевой технологии, не работают гель-лаками. Естественно, они работают гель-красками очень-очень часто. Также есть мастера-универсалы, которые до сих пор любят, вроде бы гель-лаками работают, но любят краски, потому что краски, на самом деле, они имеют немножечко другую консистенцию, и многим ими работать гораздо удобней. На самом деле, вроде бы, вроде бы, и гелевые краски можно наносить также на гель-лаковое покрытие, но, девочки, здесь с осторожностью, потому что зависит, конечно, носибельность от вашей еще плюс и базы, конечно же. Всегда рекомендую гелевую систему, то есть гелевые краски наносить на гелевую систему, соответственно, жесткие гели. Но, в принципе, я знаю, что многие мастера и на гель-лаковые системы тоже работают гелевыми красками, но гель-лаковые ногти при этом должны быть хорошо укреплены, они должны иметь хорошую, правильную, самое главное, правильную архитектуру, и только в этом случае они будут хорошо носиться. Да, гелевые краски, девочки, краски, краски, краски. Все, кто у нас любитель красочек, ура, потому что они вкусняшки. Я вам сейчас их покажу, они прям вкусняшки. Итак, первый оттеночек, ну, я по порядку беру, это у нас желтенькие, это миндальный крем. Он такой, знаете, вот холодный, холодный, желто-зеленоватый оттеночек, ну, вот очень вкусный, прям, прям, я бы его отнесла к желтому, хотя на самом деле, как я уже поняла, что каждый видит тот оттенок, который ему хочется видеть. Как я уже сказала, наносим красочки мы в один, в два слоя кистью отдельной, отдельной овал, без разницы чем, и я вам хочу сказать, что, в принципе, краски гелевые, они очень плотные, и многие их наносят даже в один слой. В один средний. Можно наносить их в два тонких. Все-таки это пастелька, а пастелька, как вы знаете, она всегда наносится немножечко полупрозрачнее, чем, допустим, какие-то более нейтральные оттенки. Поэтому, так, ну, типс, типсик здесь такой коряжестый, я потом его чуть-чуть пильну. В принципе, в принципе, даже один слой достаточно, с учетом того, что у меня кисть, ой, кисть типс, видите, он прозрачный типсик, красочка легла достаточно плотненько. Здесь я сейчас уберу и потом подпилю немножко, видите, типс обракованной и собирается сильно с краешку. Сушим. Это первое оттеночное, то есть даже для тех, кто работает в один слой, красочки, красочки очень такие плотненькие. Зефирки, да, девочки. Ой, кстати, у меня многие спрашивают, что я на аккаунте у себя выставляла за тему с зефирками. Ноготочки зефирки мы летом достаточно часто клиентам делаем. Девчонки, наносим отдельно каждый пальчик разным цветом. Ну, на второй ручке можно в обратном порядке нанести. То есть берем как раз-таки все вот такие оттеночки, нежные, пастельные, прям няшные. И наносим их вот таким вот образом по одному пальчику. Это смотрится невероятно эффектно, невероятно аппетитно и действительно ассоциируется у многих клиентов именно с зефирками. Поэтому вот кто любит такую тему, попробуйте. Кто не пробовал, очень интересно. И летом это вот прям самое то. Когда, если не летом. На самом деле всегда так отвечаю всем. Когда, если не летом. Потому что летом как раз-таки и есть возможность оторваться на клиентах и клиентам оторваться. Когда как раз-таки время отпусков, время тепла. Ну, зимой не оторвешься. Да, девочки, коллекция называется, еще раз покажу, коллекция называется Анжелата. Это летняя лимитированная коллекция красок. Новинка. Камин Сун. Прям действительно вот-вот-вот в первых числах июля она должна быть уже в продаже. Поэтому презентация сегодня этой коллекции прям вот с пылу, с жару и сразу к вам в эфир. Следующий оттенок – это вот такой вот красивый зелененький яблочный фреш. Очень тоже интересный зеленый оттенок. Зеленый, как вы знаете, сейчас в тренде. Зеленый очень популярен в этом сезоне. Притом всевозможные оттенки зеленого. Этот зеленый, он пастельный, но очень-очень вкусный и аппетитный. Такой спокойный зеленый. Наносим его. Да, девочки, в магазине еще нет, девчонки. Буквально вот, вот буквально несколько дней осталось и в магазине эта коллекция появится. Так что ждите прям со дня на день. Сегодня презентация коллекции со дня на день, она появится в магазинах. Я вам потом еще покажу выкраску градиентов с этой коллекции. Очень красивый получаются с ней градиенты. Сами понимаете, это пастель. И градиенты, конечно же, очень нежные. Смотрите, зеленый оттеночек. Очень такой нежный, очень благородный. Зеленый, приглушенный, неяркий, но при этом достаточно аппетитный, вкусный. Вот прям яблочный фреш. Красочки идут, так, сейчас отвечаю на вопросы. Красочки у нас идут по 5 миллилитров, 6 штучек. Давайте буду ставить сразу, сразу вот так их обратно. Это по 5 миллилитров, 6 штучек. Цена набора будет 2 500. Да, вот они цвета коллекции, вот они цвета коллекции. Вот таким образом. Коллекция очень вкусная, очень. Сейчас вам все покажу. Ничего скрывать не буду, честное слово, девочки. Следующий оттеночек возьмем. Беру, как я уже сказала, по порядку. Не выбираю, потому что они все кайфовые. Этот оттенок у нас идет сладкий поцелуй. Прям, смотрите, какой он сладкий, вкусненький, прям аппетитный. Знаете, напоминает такой оттенок? Сейчас скажу. У нас раньше, кто мастера давно работает, у нас раньше была коллекция, по-моему, нютка шемир, если я не ошибаюсь. У нас там был то ли арбузный десерт, что-то такое, вот арбузик был. Очень оттеночек такой похож, не тот, но вот что-то такое, прям вкусненькое, аппетитное. На самом деле не хватает тех коллекций. Видите, что начали выпускать пастель, пастель нют, потому что старые наши коллекции, ходовые, которые действительно ходовые, они потихонечку ушли из оборота. И этих оттенков прям очень не хватает. Поэтому потихонечку как раз начали выпускать вот все вот такие нюдово-пастельные оттенки. Их прям не хватает в коллекции. Смотрите, какой вкусный, вкусный, сладкий поцелуй. Да, оттенки просто нереальные. Мне очень нравятся. Я их, когда увидела, реально захотелось прям сразу все их выкрасить, потому что настолько они вкусненькие получаются. Я вам, конечно, в конце их все вместе покажу. Так, следующий у нас оттенок сочная дыня. Ну, дынька есть, да, есть такой сорт дыньки. Смотрите, это у нас вот такой красивый-красивый оранжевый, пастельно-оранжевый оттенок. Очень вкусный. Прям, прям, прям. Так, дыньки, сразу подпиливаю, чтобы у нас снова не было сюрприза. И наносим этот оттенок. Вот видите, они вроде бы пастельные, но они не пересекаются с коллекцией пастель звенит. То есть здесь немножко другие оттенки. В любом случае в компании выпускают все новые оттенки таким образом, чтобы они не пересекались со старыми, чтобы мастера, у которых были остатки старых коллекций, чтобы, конечно, у них была возможность тоже все приобрести. Ну, немножечко искажается на камере этот оттеночек. Он такой на камере более какой-то белесый. В реалии он чуть-чуть более оранжевый, но очень вкусненький, очень. Здравствуйте всем, девчонки, здравствуйте. Я, конечно, их сейчас выкрашу и покажу вам все вместе. Напоминаю, что это у нас новая коллекция, презентация новой коллекции Анжелата. Очень-очень нежная, очень пастельная, красивая, невероятно вкусная коллекция. Дальше, следующий у нас голубая агава. Здравствуйте всем, здравствуйте, всех рада видеть. Так, сейчас, девчоночки, у меня эта красочка запечатана. Прям при вас ее распечатываю. Вот такая вот красивая. Опять на камере немножечко идет искажение. В реалии он такой красивый, пастельный, голубой. Здесь он более синим отливом, таким синюшностью больше. На камере в реалии он нежней, намного нежней оттеночек. Наносим в граммочках, о господи, в баночках по 5 миллилитров. 5 миллилитровые, 5 граммовые баночки. Ну, красочек нет смысла в основном выпускать в 2 миллилитровых. Это у нас, так сейчас ворсинку уберу. В основном идут эмпасты в 2 граммовых баночках и блестки. А красочки, насколько я помню, все выпускаются у нас в 5 граммовых баночках. Синий очень красивый, очень голубой, такой благородный прям оттеночек. Я же говорю, на камере он немножко другой. В реалии он прям пастельный, красивый голубой. Прям очень красивый. Ну и остался у нас один, но не последний по значимости. Это я вам гарантирую. Очень красивый, благородный, благородный вот такой вкусный ягодный оттенок. Смотрите, это винная ягода. Он прям вкусный, действительно ягодный оттеночек. Наносим. Моя любовь. Да, судя по всему, это и моя новая любовь, потому что очень люблю на лето такие неоновые. Конечно, это must have. Неоны – это наше все лето. Но, зная наших клиентов, мы понимаем, что не все будут делать неоны, а яркости хочется. Вот кто сталкивался с тем, что приходит клиент и говорит, хочу яркие, что-то, какие-то яркие ногти, какой-то яркий цвет. Ты ему начинаешь предлагать неоны, а он говорит, ой, нет, ты что, это прям вырви глаз. Нет, такой не хочу, но хочу яркости, то есть не неон, но яркости. Вот как раз это наше все. Вот эта коллекция, она прям будет у вас в тренде, поверьте, в ходу стопроцентно. Очень вкусный, при том, что вот этот, допустим, оттеночек, он и на осень пойдет. Даже в сочетании с коллекцией ньют, он на осень будет самое то, и на лето, и на осень. Мы, кстати, миксовали с этим оттенком, пробовали другие оттенки сочетать из этой же коллекции. Девчонки вообще очень классно смотрятся, он в сочетании с другими цветами. Такой он получается, знаете, вот как мы обычно наносим белый. Когда мы что-то яркое делаем, белый у нас немножко разбавляет, он приглушает немножечко яркость цветов. Вот так же и этот, он прям классно разбавляет. Это оттеночек, девочки, винная ягода. Вот он. Вот они все оттенки, оттенок винная ягода. Еще раз повторюсь, это новая коллекция Анжелата. Лимитированная летняя коллекция гелевых красок. Так, я вам обещала показать градиенты с этой коллекции. Смотрите, вариантов градиентов на самом деле очень много. Очень много, и они на самом деле кайфовые, прям классные, классные. Получаются очень яркие, при этом очень нежные, классные. Также, также с ними, конечно же, можно делать очень интересные варианты дизайнов. Берете летние декорации, смотрите, какие можно классные идеи делать при помощи этой коллекции. Потому что, ну согласитесь, все, что касается лета, все нам очень даже подходит. Все подходит. Все, что касается летнего настроения. Ну, девочки, да, да. Но нюд, это у нас гель-лаки, гель-лаковая коллекция. А это коллекция красочек. Это именно краски, краски гелевые. Выкладываю вам их все вместе, чтобы было видно всю палитру. Так, ну, немножечко винную ягоду смазали, ничего страшного. Смотрите, прям приближу вам поближе, чтобы видно было оттенки. Очень вкусненькие, очень красивенькие. Пытаюсь вам настроить цвет, чтобы было хорошо видно. Невероятно аппетитные оттенки коллекции. Да. Давайте что-нибудь с ними сделаем интересненькое. Давайте порисуем. Я думаю, что у нас время есть сделать пару дизайнов с этой коллекцией. Ну, и, естественно, конечно же, мы возьмем с вами летние декорации. Я предлагаю взять 5D nail crusty, потому что все-таки это лето летнее. И мы будем миксовать, конечно, их с летними декорациями. Люблю вот эти 5D. Они сейчас максимально востребованы. Они еще есть в наличии. Это 100%. И миксовать их с летом, с летней коллекцией, это на самом деле одно удовольствие. Гель-лаки, девочки, нет. Гель-лаки не... Эта коллекция выходит только в красках. Гель-лаки у нас немножечко в других оттенках. Гелевые краски и гель-лаки оттенки, как правило, не совпадают. То есть выпускаем для мастеров, которые работают и гель-лаками, и гель-красочками, выпускаем оттеночки, немножечко отличающиеся друг от друга. В гель-лаках тоже эти оттенки можно найти. В предыдущих коллекциях есть похожие оттенки. Поэтому, в принципе, в гель-лаковой системе тоже похожие оттенки, вкусненькие есть. Привет из Читы. Привет, Чита. Начинаем. Давайте возьмем что-нибудь вкусненькое. Что-нибудь вкусненькое. Так, ну там давайте сделаем те оттенки, которые не использовала на типсах до этого. Возьмем вот такой вот красивый, очень красивый ягодный. Так, вспоминаю, как называется сладкий поцелуй. Вот арбузик. Действительно мне напоминает он арбузик. Сладкий поцелуй, арбузный поцелуй прям. Наносим отдельной кистью. Гелевые краски всегда мы наносим отдельной кистью. Преимущество гелевых красок, девочки, в том, что они очень тонко ложатся, очень тонко. Гель-лаки, они все равно ложатся в небольшую толщину. Гель-краски ложатся максимально тонко, максимально. Почему френчи удобнее делать гелевыми все-таки красками, да? Тот же альпийский снег, он совершенно по-другому ложится. Презентация новых гель-лаков нюдовой коллекции, да, у нас была в прошлый, в прошлый вторник. Я сегодня узнаю, когда девочки выложат эту презентацию. Я думаю, буквально вот сегодня-завтра она должна появиться в ленте здесь на Эми Офишл. Это у нас презентация новой коллекции гель-красочек. Так, что будем брать? Что будем брать? Давайте что-нибудь интересное с вами сделаем. Что-нибудь сделаем интересное. Я люблю миксовать, очень люблю, девочки, миксовать все декорации. Это вот прям настолько завораживает. Прям-прям-прям. Так, смотрите, сразу говорю, что если мы хотим с вами что-то приклеить, что-то приклеить, то лучше это делать на Топ Текласс. Так как это краски гелевые, мы их стараемся не обезжиривать, а именно приклеивать на Топ Текласс декорации. Я хочу вот сюда приклеить декорации. Соответственно, я тонко, прям только в этом месте покрываю топом Текласс. Топ Текласс это у нас топ без липкого слоя, без остаточной липкости. И хорошенечко просушиваю. Просушила, и после этого я могу приклеивать разные декорации. Если у меня стоит приоритет приклеить 5D и приклеить, допустим, шармиконы, то я сначала приклеиваю шармиконы, а потом уже нанося топ-слайдер под 5D декорации, под нейл-круст, я как раз заодно перекрою и мои шармиконы. То есть шармиконы будут уже внутри. Если работаем и тем, и другим, то вот такая у нас приоритетная задача. Краски гелевые нежелательно, так же как и любую гелевую систему, обезжиривать, потому что это жесткая система, и для сцепки друг с другом слоев одного с другим нужна именно дисперсия, либо зашлифованная поверхность. Поэтому лучше перекрыть это все топом Текласс. В гель-лаках немножко другая система. Гель-лаки это пористый материал, и им это не страшно. Гель-лаки мы преспокойно обезжириваем, и друг за друга они цепляются достаточно легко. В гелевой системе все чуть-чуть по-другому. Перекрыли топом Текласс, и теперь декорируем. Выкраску чуть-чуть позже покажу, хорошо? Мы можем использовать паутинку здесь для того, чтобы отбить кантик. Мы можем с вами прибегнуть к помощи шармиконов. То есть здесь уже только ваша фантазия. Что вам хочется, то вы и делаете. И сейчас как раз для того, чтобы посадить 5D nail crust, я буду использовать слайдер топ. Слайдер топ это у нас топ как раз таки для слайдеров. Он шикарно их держит, шикарно их закрывает. Носибельность от коррекции до коррекции. Поверьте, я практикующий мастер и проверяла неоднократно на своих клиентах. Могу гарантию дать, вот просто гарантию. Если вы наносите все правильно, у вас не будет никогда проблем с этими декорациями. Давайте здесь возьмем бабочки. Мне безумно нравятся вот эти бабочки. На самом деле мы миксовать можем бабочек разных цветов. Они очень красиво смотрятся друг с дружкой. Смотрите, вот еще какая красивая бабочка, прям тоже с краешку. Давайте их возьмем. Размачиваем мы слайдеры либо в воде, либо на влажной салфетке. Но салфетка должна быть не спиртовая и достаточно влажная. Если нет под рукой водички и негде ее взять, то можно прибегнуть к помощи салфеточки. Сейчас покажу, как это делается. Вопрос не по теме. Подскажи, пожалуйста, по дымпасту последнюю, что лучше подходит? New Generation или гель краски? Цвет в цвет, девчонки, честно, не сравнивала. Вот прям вот так, вот так. Вот прям вот так, вот так. Напишите мне в личку. Я постараюсь пока на работе, чтобы я не забыла просто. Я постараюсь посмотреть, сравнить, какие к ним ближе подходят. По-моему, с New Generation они хорошо сочетаются. Я просто посмотрю. Не помню. Я просто их вместе тон в тон не сочетала. Так. И на топ-слайдер, смотрите, мы сдвигаем этих бабочек. Они легко снимаются. Вы видели, они моментально отклеиваются. Моментально. И вот таким образом мы эти 5D декорации наклеиваем. Смотрите, как красиво. Какой красивый нежный дизайн получается. То же самое со второй бабочкой. Они моментально размокли. Кстати, мне недавно клиентка сказала, что сейчас бабочки в тренде. Сейчас как раз таки тренд на бабочек. Так что, девчонки, у кого вот эти декорации остались с бабочками, вперед зажигаем. У меня сейчас даже начали рисованных бабочек просить, со стразами, без страз. Поэтому обязательно подсушиваем несколько секунд, чтобы у нас декорация схватилась с дисперсией слайдер топа. Так. Мы должны обязательно дальше нанести ультрабонд. Это обязательное условие для работы со слайдерами. Мы должны растворить с вами пленку, на которой у нас как раз таки находится вся краска. Вся вот эта декорация. Ждем 30 секунд, 1 минуту. И сверху мы наносим финиш. Если вы работаете с клиентами, боитесь, что у вас клиент будет плохо носить декорации, можно нанести тот же топ теклос или слайдер топ тонко. Убрать обязательно излишки с этой декорации, чтобы она осталась объемной. А сверху уже работаете тем топом, которым вы обычно работаете. Я буду покрывать это все топом вельвет. На самом деле, мне кажется, она сочетается с чем угодно. Новая коллекция M-Past. Она сочетается со многими оттенками. Потому что у нас она такая прям универсальная идет. Но чтобы прям идеально тон в тон, надо посмотреть с какой. Я думаю, что с New Generation она очень хорошо сочетается. Я думаю, что она идеально с ней будет сочетаться. Я просто их вместе тон в тон еще не делала. Но я думаю, что там проблем не возникнет. Коллекция, на самом деле, очень классная. И они очень даже похожи на New Generation. Я думаю, да, с этой коллекцией. И они очень кайфовые. Смотрите, кисточка убираю излишки. Излишки. Чтобы у меня мой дизайн остался все-таки объемным. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Кто к нам только присоединяется. Сегодня у нас презентация новой летней коллекции. Летней коллекции красок гелевых Анжелата. Такими цветами в первую очередь нюд. Коллекция нюд это 100% осень, девочки. Она сейчас будет востребована у тех клиентов, которые любят классику. Это идеальная коллекция для дресс-кода, для клиентов, которые любят классику, френч, брендовый маникюр. Она идеальна даже сейчас. На осень это будет топ, в принципе, у всех. 100% девочки, гарантирую. Потому что коллекция реально просто огонь. Ее вот она нужна была. Очень-очень. Смотрите, какой милый, нежный летний дизайн. И на самом деле без особых затрат по времени. Поэтому берите себе на заметочку. Бабочки сейчас очень-очень востребованы. Они в тренде. Да, мне уже сообщили. Вчера только делала бабочки со словами-квадратиками. Да, бабочки, девчонки, прям сейчас я уверена, что будут актуальны. Я на самом деле делала бабочек и даже не задумывалась над тем, что они там в тренде, не в тренде и так далее. Это пришла девочка, молоденькая девочка. Притом, это как получилось? Одна у меня клиентка попросила, вторая попросила бабочек. Потом клиентка пишет нам с просьбой нарисовать бабочек со стразами. И тут приходит следующая клиентка, просит снова бабочек. Говорит, у вас же есть бабочки, потому что они сейчас очень-очень востребованы. Я говорю, да, значит мы будем актуальны этим летом. Давайте какой-нибудь еще возьмем очень вкусненький оттеночек. Очень вкусненький оттеночек. И сделаем, давайте зеленый. Многие боятся зеленого. Давайте его замиксуем с желтым. С желтеньким или даже с оранжевым. Вот. Многие боятся вот таких сочетаний. Девчонки, не стоит. Вообще не стоит. Как носится бархатный топ на море? Девочки, я в принципе хожу только с матовым топом, поэтому у меня он носится хорошо. Даже он где-то если затирается, а мы с вами мастера, все-таки активные клиенты, меня это вообще не смущает. Потому что, ну вот здесь у меня уже две недели, тут у меня еще и дочь лаками мне вчера покрывала ногти. И как вы видите, что если не гиперактивный клиент, то все носится на ура. Я тут просто не достерла еще лак. Правая ручка, правая ручка, конечно, она ушатывается посильнее. С учетом того, что у меня там уже гораздо ей больше времени. И пальчики самые-самые ходовые, конечно, самые у нас такие работоспособные, рабочие пальчики наши, они, конечно, ушатываются побыстрее. Но, тем не менее, не критично. Это не заставляет меня ни в коем случае отказываться от ношения матового топа. На море, как мы знаем, у нас всегда все носится немножечко, скажем таки, не то что хуже, а быстрее убивается от соленой воды. Но, тем не менее, смотрите, хочу сделать вот таким образом интересный дизайн. Вот такой вот интересный хочу сделать дизайн мазочками и показать вам, что не стоит бояться даже вот таких вот контрастных оттенков. Они очень круто смотрятся. Вот такой вот у нас вариант. И мы сюда сейчас посадим кучу фруктов. Сделаем такой фруктовый коктейль. С торцов стирается матовый, девочки, но вы ничего не сделаете. Пробуйте наносить на слайдер топ, как вот все рекомендуют. Будет стираться меньше. С торцов стирается матовый топ у гиперактивных клиентов. И здесь ничего не сделаешь. Это вот так же, как все время в сравнении приводит Екатерина Мирошниченко, это как бархатная замшевая обувь. Если вы будете ее очень активно носить, ни одна замшевая обувь не выдержит нагрузки. То есть она, во-первых, требует другого ухода. Во-вторых, замшевая обувь, как бы вы к ней не относились бережно, если вы ее будете эксплуатировать очень активно, она долго у вас не проживет. Так же и здесь, если у вас, вы очень активный клиент или клиент ваш активный, то ничего с этим, к сожалению, не сделать. Я научилась на это не обращать внимания и все. И так же приучила своих клиентов. У меня у клиентов, если это медики и так далее, да, там носится очень все критично. Или, как мы их называем, бешеные домохозяйки, да, если клиент просто обычный, максимально обычно носит ногти, то в принципе все носится достаточно хорошо. Уже испытано много-много раз. Девочки, кисть это овал-шестерочка, идеальная кисть для нанесения красочек. Быстрее на коррекцию приду, да. Коллекция Анжелата, девочки, коллекция Анжелата, лимитированная летняя коллекция Каминг Сун. Буквально в течение нескольких дней июля она должна появиться в продаже. Первые числа июля. Сегодня у нас презентация коллекции, плюс, конечно же, выкраска. Давайте сюда мы с вами также добавим несколько интересных декораций. Топ-текла забыла, простите, чуть не забыла. Как ни крути, у красочек гелевых, даже если дисперсия меньше, чем у гель-лаков, но она все равно присутствует. И шармиконы могут не клеиться на дисперсию. Бомбические цвета. Вот с этим, согласно, на 100%, на 200%, на 1000% цвета просто огонь. Цвета невероятно аппетитные. Да, так что дерзайте, девчонки. Показывала уже градиенты. Очень вкусненькие дизайны. Выкраску сейчас в конце еще покажу. Очень вкусненькие цвета. Давайте поиграемся где-нибудь здесь. Давайте поиграемся с декорациями. Можно сочетать декорации между собой. Декорации можно сочетать между собой, как угодно. Включаем фэнтези нашу и начинаем творить красоту. Дальше у меня будут фрукты и, соответственно, я покрываю тонко-тонко-тонко. Девочки, каждый слой дополнительно всегда вот прям тонко. Прямо практически с продиранием, без выравнивания, без толщины. Иначе в конце получите плюшечку. Нам это не нужно, поэтому все делаем очень тонко. Вот. И здесь мы уже можем отрываться. Давайте отрываться вместе. Давайте возьмем какие-нибудь интересные декорации. Это может быть лайм, это может быть бананчик, мороженка, все что угодно. То же самое, если нет под рукой у вас водички, замачиваем все на влажной салфеточке. Очень быстро все раскисает, откисает и так далее. Вот таким образом замочили. И если салфеточка достаточно влажненькая, это все очень быстренько у нас будет готово к работе. Слайдер топ сушим 15-30 секунд. Да, коллекция пастельная, поэтому в любом случае оттенки выбеленные. Для того, чтобы получить пастель, мы берем яркие цвета. И соответственно в яркие оттенки добавляем белый цвет, чтобы получалась пастель. Смотрите, как интересненько будет у нас. Подсушиваем обязательно. У кого нет этих декораций, девочки, они сейчас есть в наличии. Проверяла специально, это все есть в наличии, поэтому это все можно приобретать. Так же, как и новую коллекцию, все можно приобрести на amyshop.ru. Поэтому у кого чего-то нет, заходим, заказываем. Если у вас есть дистрибьюторы в вашем регионе, можно приобрести все у них. Если делаем градиент после базы, то снимаем липкий слой с базы. Если делаем мы градиент гель-лаковый, то мы ничего не снимаем. Да, и гелевый тем более. Я никогда не снимаю дисперсию, когда покрываю цветом или делаю градиент. Никогда. Поэтому все делаю по базе. Единственное, если у вас сильно жирная дисперсия, прям вот некоторые есть базы с такой очень жирненькой дисперсией, их нужно пересушить. Вот прям пересушить. Если не получается, можно, если это гель-лаковая система, можно снять дисперсию. Если это гелевая система, то лучше перекрыть топом Teclas. Наносим ультрабонд. У меня садится телефон, но я надеюсь, что он выдержит как раз-таки наш финал. Вам нужно дать звание в золотые ручки. Спасибо, девочки. Спасибо большое. На самом деле это все просто опыт. С опытом приходит все. Приходит фантазия, приходят какие-то идеи, приходит техника. Поэтому начинающие мастера, девчонки, поверьте, у вас все впереди. Главное не отчаиваться и главное не останавливаться. Ни в коем случае каждый день вы должны для себя открывать что-то новое. Тогда у вас обязательно все получится. Главное не сидеть на месте. Поехали. Перекрываем финишем. Перекрываем финишем. Но это матовый топ, моя любовь. Спасибо, девчонки, большое за комплименты. Я начинаю прям смущаться, но мне невероятно приятно. Это все вдохновляет на работу дальнейшую. Поэтому поехали. Это вдохновляет на то, чтобы придумывать что-то новое. Новые марафоны, новые курсы, новые дизайны, новые эфиры. Поэтому спасибо большое. Все. Наш дизайн второй тоже готов. Очень интересная коллекция. Очень интересные можно получить при помощи этой коллекции дизайны. Спасибо. Ну все, засмущали меня. Засмущали меня. И давайте еще раз напоследок я вам показываю выкраску. Выкраску. Напоминаю, коллекция скоро будет доступна в магазинах и на сайте emyshop.ru. Буквально первые числа июля. Вот такая у нас красота. Новая наша коллекция. Коллекция Анжелата. Новая лимитированная летняя коллекция. Давайте вот так немножечко спущу, чтобы было видно. Вот такая красотень у нас сегодня в эфире. Мои ноготочки, девчонки. Эта ручка вот такая. Здесь у меня затеки лака. Не обращайте внимания, это мне дочь вчера делала трендовый маникюр лаками. Я не все смогла оттереть. Все, девчоночки, я с вами прощаюсь. До следующего вторника. В следующий вторник мы с вами встречаемся и разберем еще что-нибудь интересное. Все, всем пока-пока. Если какие-то вопросы возникают, пишите мне в директ или в директ Amy Official. Ответим на все вопросы. Все, счастливо.